Можно двигаться? Прыгать? Бегать? Конечно! Приглашение к свободе передвижения юные зрители сначала принимают скромно. Но скоро понимают, здесь они главные, это все для них. Юта, как мать троих детей, отлично понимает, что этим детям сейчас нужна беззаботность и приятные эмоции. У актрисы Центрального академического театра российской армии Анны Осиповой, выступающей под псевдонимом Юта, 11 песенных альбомов. Есть и военные. Юта выступала не в одной горячей точке. И сейчас решила поддержать настроением беженцев. Тут же самая главная задача просто брызнуть им радость. Не надо грузить, не надо умных вещей говорить, не надо вообще ничего говорить. Нужно просто дать человеку радость и надежду на то, что классно, живые, слава Богу. В каждом ПВРе концертная программа разная под возраст зрителей. В спортивно-оздоровительном комплексе «Ромашка», например, размещены дети из донецких школ-интернатов. И Юта сформировала репертуар перед самым выступлением. Зрители остались в восторге. Ну, условия здесь, конечно, очень хорошие. Если бы не сам факт ситуации, было бы все замечательно. И сама природа, море, воздух, все очень хорошо кормят, тоже безупречно. Просто все очень вкусно, дети у нас наедаются, все довольны. Концерт тоже шикарный, у детей настроение поднялось, все довольны, все счастливы, танцевали. С инициативой выступить перед беженцами Донбасса Юта вышла сама, причем бесплатно. А в организации помог департамент по делам казачества. Вот эта капелька радости, которую сегодня Анна дала, мы видели все, да, как детки выступали, танцевали, не только радостные были. Посмотреть в глаза детей, вот эта вот их радость, на глазах она написана сегодня была. Это уже четвертый концерт певицы, а вообще энергичная. Юта за день объехала шесть пунктов временного размещения в Никлиновском районе. Марина Черных, Владимир Савилов, Первый, Ростовский.